МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости информационного агентства Курган.ру в студии Елена Шевкунова в коротко о главных темах курска. Весенняя очистка глава за Урали Алексей Кокорин дал старт уборки мусора в области. Помощь пожилым в Курганской области проверили условия, в которых живут ветераны. Победы маленьких мисс из-за уральских красавиц вернулись домой с громкими титулами. Алексей Кокорин 1 апреля дал старт весенней кампании по уборке и благоустройству территории поселений и городских округов за Урали после зимнего периода. Что нового произойдет в городе за месяц, узнаете из сюжета. Кампания по уборке пройдет под личным контролем главы региона с 1 по 30 апреля. Особое внимание будет обращено на уборку скверов, парков, газонов, очистку дорожного полотна и тротуаров. Разовые мероприятия, они здесь бесполезны. Поэтому, на мой взгляд, вот сейчас пока месячник санитарной очистки, далее, скорее всего, будем возвращаться и к чистым четвергам, как это было в хорошие времена. Все заводы и предприятия выходили и наводили территорию. Алексей Кокорин обратился ко всем собственникам предприятий и организаций, чтобы они приложили все силы к благоустройству зданий и сооружений, которые они занимают, и территорий, которые не только обнесены забором, но и те, которые остаются между забором и остановкой общественного транспорта. К месячнику чистоты присоединилось и общественное движение «Народный фронт». Я думаю, каждая из общественных организаций поддерживает данную инициативу. И здесь уже будем координировать это движение, именно этот, будем говорить, месячник по уборке территории. Безусловно, поддерживаем эту инициативу, потому что она истинно, я бы так даже сказал, народная. И эти вещи нужно поддерживать и обязательно притворять в жизни. Не останутся в стороне и администрации поселений и городов. Их отчеты будут представлены главе региона гораздо раньше назначенной даты окончания месячника. Инициативу Алексея Кокорина поддержал и депутатский корпус. Народные избранники пообещали в своих округах личным примером призвать граждан к уборке. Будет здорово, если будут привлечены и школьники, и студенты. То есть наше молодое поколение, они ведь готовы, они готовы прибирать, готовы участвовать в общегородском мероприятии. Давайте все вместе выйдем для того, чтобы мы сами хозяева нашего города. Да каждый хозяин, он просто видит, где непорядок и убирает. В свою очередь глава региона поделился тем, как он посетил ряд дворов в столице Зауралия. Я вот несколько дворов проехал и посмотрел. Сегодня у нас уже апрель месяц. Новый год, даже старый, закончился уже давно-давно. И практически во всех дворах, около мусорных контейнеров, все еще валяются елки. Причем это не одна-две, их очень много. Это говорит о чем, что нет никакой системной работы по наведению чистоты, по вывозу мусора. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора поручил проработать вопрос о многократном увеличении штрафов за организацию свалок в несанкционированных местах, бездействия руководителей предприятий и управляющих компаний. Общегородской субботник в Кургане пройдет 25 апреля. К участию приглашаются все неравнодушные граждане. Идея хорошая, город нужно убирать. Ну, если организация пойдет, наверное, приму во дворе, наверное, в своем. Мы и сами пойдем, и предприятия, на котором я работаю, думаю, примут активное участие. У нас вообще это практикуется каждый четверг у нас проводится санитарный день, мы убираем территорию ближе, лежащую возле предприятия, но я думаю, что территорию не только возле предприятия будут убирать во дворах, это однозначно субботники будут проводиться, поэтому я только за. Хорошо, чистый город, это хорошо, приятно ходить, гулять. Нужно почистить наш город, особенно некоторые его отдаленные районы, хотелось бы видеть город чистым, свой любимый город. Марина Богатырева, Василий Малухин, Никита Мухин, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру. В Заурале подвели итоги обследования условий жизни ветеранов, инвалидов, вдов, участников Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла. В 2013 году Центр социального обслуживания населения Курганской области провели обследование социально-бытовых условий около 19,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе почти полутора тысяч участников и инвалидов войны, более 4 тысяч дов, около 13,5 тысяч тружеников тыла. Работа была проведена по поручению президента России в июле прошлого года по итогам очередного заседания Российского организационного комитета «Победа». Обследование показало, 3349 ветеранов Зауралья нуждаются в поддержке, различные виды социальной помощи получили 3036 из них, или 91%. Оказаны услуги по капитальному и текущему ремонту жилого помещения, надворных построек, печей, проведено социальное обслуживание на дому, предоставлены разовые социальные услуги с использованием новых технологий и материальная помощь. В ходе обследования более 3 тысячам ветеранов помогли в получении медицинской помощи лекарств в обеспечении техническими средствами реабилитации. В текущем году данный мониторинг будет продолжен, и уже на 1 марта 2014 года есть информация о том, какие граждане нуждаются в помощи. И на это число выявлено 1670 ветеранов, нуждающихся в социальной помощи оказано уже 778 ветеранам. Кроме того, в области продолжается работа по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, определенных категорий членов семьи умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день продолжаются стоять на учете 68 зауральцев. Светлана Епифанова, Никита Мухин, информационное агентство Курган.ру. Департамент сельского хозяйства области подвел итоги года и наметил перспективы развития. С какими проблемами столкнулись местные аграрии и какие пути решения наметили на ближайшее время в нашем следующем сюжете. Инвестиционная привлекательность зауралья по-прежнему остается одной из приоритетных задач в развитии АПК. Именно эту тему поставил во главу угла на совещании временно исполняющий обязанности губернатора региона. Я считаю, что пока недостаточное количество инвесторов у нас в агропромышленном комплексе, прежде всего с тем, что в ряде районов, на мой взгляд, не совсем эффективно идет постановка земель сельхозназначения на кадастровый учет. Естественно, инвестор хотел бы чувствовать уверенность при том моменте, когда он начинает вкладывать инвестиции. И когда нет уверенности, тут мы понимаем, что не совсем все хорошо. Остается напряженной ситуация в сфере животноводства. В частности, агрария вбеспокоит темпы выращивания крупного рогатого скота. Рентабельность этого вида сельхозпроизводства по-прежнему остается на низком уровне, особенно в частном секторе. А вот отрасль растеневодства в ушедшем году оправдала надежды сельхозтоваропроизводителей. Задача по животноводству сохранить поголовье, увеличить продуктивность, ну а по растеневодству, конечно, обеспечить не только себя, но и соседей продовольствием, это и зерном, и овощами. И все огрались с этой задачей, справились. Пассивная кампания в этом году пройдет в срок и в плановом объеме, сообщил в своем докладе директор департамента сельского хозяйства области Сергей Жданов. Однако в этом году на некоторых курганских предприятиях все же ожидаются перебои с кондиционными семенами. Как говорит Алексей Кокорин, департамент к этому полностью готов. И в случае острой нехватки пассивного материала, помощь нуждающимся хозяйствам со стороны области будет обеспечена. Вопрос поддержки малых форм сельхозпроизводства также остается открытым. В перспективе планируется наладить мясное производство птицы в рамках христианско-фермерских хозяйств. Дарья Федерягина, Никита Мухин, информационное агентство Курган.ру. 1 апреля исполнилось 20 лет со дня образования поисково-спасательной службы МЧС России по Курганской области. Она предназначена для проведения операции в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Торжественное мероприятие прошло в Большом зале правительства региона. В Зауралии поисково-спасательная служба появилась в 1994 году и уже через месяц сотрудники приняли боевое крещение, ликвидируя последствия наводнения и спасая людей. Как рассказал начальник Зауральской службы Сергей Нагуманов, абсолютно вся работа спасателей строится на мгновенной реакции. Каждый случай индивидуальный, но наиболее значимыми вы знаете, то есть мы принимали участие в поиске самолета Ан-2 в Свердловской области и в участии на ликвидации последствий метеоритного дождя в Челябинске, ну и многие другие. И поднимали из-подо льда обломки фронтового бомбардировщика Су-24. В общем-то, люди отработали на хорошо и отлично. Сотрудники службы в своей повседневной работе осуществляют поиск людей, находящихся в опасности, спасают человеческие жизни. География поиска и спасения направлена на труднодоступные места, спасение на воде и в воздухе. За 20 лет служба стала более мобильной и высокотехнологичной, чем в первые годы своего существования, отметил начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Олег Рожков. Служба окрепла. То есть, во-первых, люди получили необходимое обучение, закалились профессионально. Конечно, росло и развивалась служба в материально-техническом плане. Были приобретены новые оборудования и оно ежегодно улучшается. Поэтому, естественно, люди оказывают более профессиональную помощь на всех чрезвычайных происшествиях, на ликвидации дорожно-транспортных происшествий, водолазные работы проводят. Собравшихся на торжественное мероприятие спасателей и кадетов поздравил первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Путмин. От имени губернатора Курганской области от себя позволю поздравить вас с вашим профессиональным праздником, с 20-летием поисково-спасательной службы. Вместе с вами поздравления, обновляясь вам нашу признательность и уважение за ваши легкие и, безусловно, очень нужные людям и благородные труды. Я хочу пожелать вам, чтобы спасать других, которые берегли себя, всегда возвращались к вашим родным, близким. На сегодня штатная численность поисково-спасательных формирований МЧС России составляет 4151 человек. Из которых 146 человек ежедневно рискуют жизнями на Урале, в том числе и в Курганской области. Михаил Белокрылов, Никита Мухин, Андрей Бахарев, информационный агент по Курганру. Утром 31 марта на 237-м километре трассы Курган-Екатеринбург водитель фуры не справился с управлением и многотонная машина оказалась в кювете. Что стало причиной дорожно-транспортного происшествия, на месте событий выясняла наша съемочная бригада. Виктор Пономарев сам до сих пор не осознает, как такое могло произойти. Он водитель с 25-летним стажем и подобный случай с ним впервые. Я попал в первый раз. Просто я постоянно посюда езжу и знаю, что дорожники за дорогами здесь несколько едят. Постоянно лед. Поэтому я и попал в такой ситуации. Виктор утверждает, что скорость 10-тонной машины была не более 50 км в час. И причиной ДТП стало разбитое дорожное полотно. По рассказу водителя, машина носила из стороны в сторону на протяжении полукилометра. По счастливой случайности не оказалось встречного транспорта. За это время водителю удавалось выровнять руль два раза. А вот на третьей, увы, машина оказалась в кювете. Только через сутки на помощь к Виктору подоспели коллеги-дальнобойщики. В течение нескольких часов они пытались вытащить застрявший автомобиль. Спецслужбы в помощь водителю отказали. Сам я с Долмата. Машина Иркутская. Работаю в Екатеринбурге. Вы знаете эти дороги? Да, да, да. Я живу здесь, в Курганской области. Поэтому все дороги знаю Курганские хорошо знаю. Дорог в Курганской области практически вообще нет. Елена Шевкунова, Александр Менщиков, информационное агентство Курганру. Микрорайон Заозерный остался без водоснабжения. Причиной тому стала крупная авария на водопроводе. Как коммунальщики исправляют ситуацию, смотрите далее. 1 апреля в 5 микрорайоне Заозерного произошла авария на водопроводе диаметром 400 мм. Вода залила двор первого дома. Коммунальщики экстренно отвели поступающую воду в канализацию. А 2 апреля специалисты водного союза провели ремонт на насосной станции и приступили к устранению порыва на водоводе. Сегодня с утра мы ограничили водоснабжение в микрорайоне Заозерном для того, чтобы устранить данную аварийную ситуацию. В настоящий момент ведутся работы по устранению аварийной ситуации и ориентировочно к 9 вечера водоснабжение будет восстановлено. Без воды остались жители всего Заозерного. Под отключение попали также СМП-290, микрорайон Откормочный и Курган-Стальмост. 3 апреля испытательная лаборатория Водного союза проверит качество воды в социальных учреждениях. Марина Богатырева, Дарья Федерягина, Никита Мухин, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Курган.ру. 2 апреля весь мир отмечает Международный день детской книги. Какие произведения наиболее популярны среди курганцев узнавала Дарья Федерягина? Да я их много прочитал. Сейчас вот даже Пугачева читаю. Стеньку Ражина читал. Агния Барто у нас любимые. Все детские стишки любимые. Много у нас. Тоже сказки наши советские обычные. Ни современные, ни смешарики. Убежала одеяло, убежала простыня и подушка как лягушка ускакала от меня. Незнайка в солнечном городе. Незнайка его друзья. Ну, наверное, Агния Барто. У меня внуки, они любят все. Сказки в основном. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Эти строки Агния Барто знакомы с детства, наверное, каждому. И, как признается большинство наших соотечественников, именно советские произведения для детей навсегда останутся бессмертными. Дарья Федерягина, Александр Киселев, Кирилл Филимонов. Информационное агентство Курган.ру. Когда у соперницы на всероссийском конкурсе красоты платья из одного и того же материала побеждает та, что красивее. О том, как две курганские школьницы вернулись из Москвы с громкими званиями, смотрите в сюжете. Я красивая, учусь на одни пятерки, занимаюсь художественной гимнастикой. У меня там очень много результатов положительных. Я в сборной Курганской области по художественной гимнастике состою. Девочка не хвастается, она просто констатирует факты. Недавно завоеванные титулы в Москве дают Полине Чепизубовой право считать себя одной из самых красивых и талантливых юных барышень страны. Впервые в истории Курганской области наши девчонки вернулись с конкурса «Мини-мисс и мистер Россия-2014» с официальными титулами «Вторыми вице-мини-мисс России». Конкурс «Гордость нации-2014» обернулся для двух зауральских красавиц десятью медалями. Бронзовая за фотомодель. Первая золотая медаль за выход в коктейльном платье. Вторая золотая медаль за спортивную модель. Третья золотая медаль за выход в кэжул. И четвертая золотая медаль за лучшее портфолио. Варваре Воробьевой восемь лет. Свою карьеру модели девочка начала в три с половиной. Уверена, во взрослой жизни продолжит заниматься любимым делом. Хотя бы ради своих платьев. Это, кстати, единственное в своем роде. Сшила его член Союза дизайнеров России Любовь Тахман. Варен гардероб в Москве оценили не только члены жюри, но и иностранные участницы. В конкурсе «Гордость нации» принимали участие представители из Англии. И одна из солисток коллектива, который приезжал, вышла на сцену в платье и увидела Варвару в платье из такой же ткани. Что ее очень поразило. Почему? Потому что это довольно-таки богатая дама, которая может себе позволить вот такие вот туры из Англии в Россию для участия в конкурсе. Это, еще раз хочу сказать, очень недешевое удовольствие. Это очень дорогое удовольствие. И она была поражена, что такая маленькая девочка может стоять в таком, по крайней мере, в платье из такой же ткани, как у нее. А вот Полина Чепизобова пока не определилась, кем хочет стать. Профессиональной моделью или телеведущей. Девочке 11 лет и в ее шкафу уже висит 15 дизайнерских платьев. Стоимость некоторых доходит до 1000 долларов. А это уже как минимум классно, уверена она. Кроме того, благодаря своим увлечениям Полине совсем некогда скучать. Каждая поездка на конкурс – настоящее приключение. Когда мы ехали обратно из Москвы, нас таксист увез не в тот аэропорт. Мы переволновались, но успели на самолет к нам обратно в Курган. Юлия Смородина, Никита Мухин, Андрей Бахарев, информационное агентство Курган.ру. Командный дух, соревнования, драйв и рев моторов. В эти выходные автоцентр Керк вновь порадовал всех любителей быстрой езды увлекательной игрой. Найди свой «Фольксваген» – так назывался квест, который состоялся в эти выходные на улицах областного центра. Подробности в сюжете. Яркие и знаменитые машины известной немецкой марки можно было встретить в самых неожиданных местах нашего города. Чтобы найти нужный ответ, участникам приходилось использовать логику и интуицию. «Фольксваген Поло Седан» ожидал курганских гонщиков возле ДКМ. Загадка была не из простых. В автомобиле участникам включался аудиофайл, в котором был зашифрован числовой код. Все эти 120 нарушений писали через Министерство внутренних дел, через интернет-обращение Роспотребнадзора и прокуратуру. А еще было 333-12-120. Это что-то нужно при разговоре с ним? Да нет, один только код. А в просторном и надежном «Фольксваген Туарек» на другом конце города игроки должны были найти ответ в навигационной системе продвинутого автомобиля. Конкурс интересный. Мы как новичкам, нам было немножко сложновато для начала. Теперь немножечко в том теме. Сейчас мы начали понимать, в чем сложно. Ну не так просто, слова разгадать, так скажем. Одним из самых экстремальных заданий стала стрельба по мишеням. Для настоящих охотников был подготовлен «Фольксваген Тигуан». На таком надежном и мощном красавце у курганских стрелков не возникло никаких трудностей. Все отстрелялись на отлично. Я как бы первый раз вообще в этой игре участвую, получается. Очень интересно, следующий год тоже хочу поучаствовать. Быстрота и мобильность участникам в этот день пригодилась не раз. Все участники бешеной городской гонки были заряжены энергией. Одним из заданий было отправить свое фото с символикой оператора сотовой связи «Матист». Не терять времени нужно было и у «Магнита» в микрорайоне «Заозерный», где игроков поджидал стильный и комфортный «Фольксваген Джетто». Среди множества автомобилей «Фольксваген» на стоянке гипермаркета нужно было отыскать тот самый, чтобы, назвав пароль «Автоцентр Керк», получить заветный код. Ну, вообще интересно. Задания вызывают определенные трудности, но пока вроде справляемся. После всех этапов экипажи ожидали достаточно сложные вопросы в шоу-руме «Автоцентр Керк». В каком году начал свою работу «Фольксваген Банк» в России? 2005, 2010 или 2013? 2010. 2010, верно. Городской квест давно стал доброй традицией «Автоцентр Керк». Теплый весенний день, увлекательная гонка по городским улицам, драйв и невероятная энергия. Все это подарил официальный дилер немецкого концерна в этот выходной к урганским водителям и их друзьям. Изменился модельный год. Мы повстречались с клиентами, рассказали, они поспрашивали. А все это еще в форме игры, когда они, опять, используя интернет и свою логику, и свои умения ориентироваться в городе, провели выходной. Мы в восторге, нам нравится. На этом у меня все. Впереди программа Константина Пчакова «Защита». Прогноз погоды и реклама. Не переключайтесь. Пятая апреля. Областная филармония. Группа «Мираж». Музыка нас связала. Информация по телефону 42-62-16. Дамы и господа, извольте откушать фирменную фаршированную корейку из свинины от шеф-повара. В трактире на Дворянской, разумеется. Советская 123. Ликвидация товара для детей в магазине «Банановый слоник». Скидки до 80%. Домбыта, третий этаж. Спешите. Плохо показывает телевизор? Русская ТВ представляет. Цифровое ТВ в Кургане и области. 20 каналов в отличном качестве. Достаточно купить цифровой приемник. Кухни «Газтоун» — это огромный выбор фасадов и только качественная европейская фурнитура. Бесшовная столешница из искусственного камня. Каменная мойка в цвет столешницы в подарок. Чудо-лопата. Садово-огородный рыхлитель «Крот». Предназначен для перепопки земли с одновременным рыхлением. При этом плодородный слой почвы остается сверху. Сорняки выкапываются целиком. Ширина перегопки до 55 сантиметров. Всего за 1 999 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. Акция только в апреле. Закажи чудо-лопату «Крот» и получи ручной садовый «Яма-бур» в подарок. Зауральский курьер. Свежая дозета. Только в этом номере. Дело номера. Время менять шины. Как подготовить автомобиль к летнему сезону. Читайте в новом номере газеты «Зауральский курьер» со 2 апреля. По мере развития страхового рынка набирает обороты мошенничества. Водитель, внимание, приобретение страхового полиса без прохождения техосмотра дает право страховой компании отказать автовладельцу в возмещении ущерба в случае ДТП. Станция технического контроля номер 1. Орджоникидзе 34, проспект машиностроителей 23. Телефон 25 02 11. Кто на свете, всех милее. Голосуй за участниц проекта «Топ-модель по-детски» на сайте курган.ру. Выбирай будущую звезду. Официальный партнер проекта «Магазин маленького счастья». Внимание! В «Аквилоне» новая коллекция солнцезащитных очков. Цены от 300 рублей. Салон оптики «Аквилон». Кирова 79 Ни себе, ни людям. Казалось бы, коммунальные войны управляющих компаний далеко в прошлом, но, как оказалось, борьба за дом все еще существует. Вы смотрите программу «Защита» в студии Константин Пчаков. Здравствуйте! Были случаи, когда коммунальщики на собрание жильцов приезжали с битами. Когда сотрудники одной управляющей компании несколько часов не выпускали из подсобки своих коллег из другой УК. Это было несколько лет назад. Сегодняшняя история может не так вписываться в общую картину тех времен, однако, как и в предыдущих конфликтах, страдают обычные люди. Разногласия с управляющей компанией у жильцов этой девятиэтажки начались еще в 2012 году. Тогда собственники решили отказаться от услуг жилищника и перейти в другую компанию. Но не тут-то было. Уходили в домсервис, но жилищник работать в домсервису не дал. И поэтому домсервис с 1 декабря от нас отказался. Нам ходили целый год почти и до сих пор идут двойные квитанции. Они сами не работают и другим не дают. И теперь такую информацию распространяют, что якобы распределены, как сказать вам, дома и все, площади. И никто не имеет права заходить. И мы свой дом вам не отдадим. Но мы не крепостные. В итоге жильцы проголосовали в пользу другой компании. При этом прошли судебные процессы о признании жилищника в неправомерных действиях. И собственники их выиграли. Но и тут компания не собирается отдавать в раздеправление. Мою подпись подделали. Я посмотрю, на суде даже, посмотрю, на суде показала. Говорит, это не моя подпись, я за жилищник не голосовала. Но сейчас мы пошли в спектр. Когда я пришла в спектр за объявлениями, мы вот вешаем объявление, она жилищик сразу же срывает, конечно же, что будет собрание. Они мне сказали, вы знаете, девушка, нам уже из жилищника позвонили и сказали, чтобы мы с вами не связывались. То есть им уже жилищник позвонил, начались угрозы уже этой компании. Спектр. Да, спектр уже, чтобы они с нами не вздумали даже, мы, как и все равно, дом вам не отдадим. На днях состоялось очередное собрание жильцов. Собственники специально сделали его видеозапись, чтобы жилищник не смог проигнорировать их требования. Нам надоело уже две организации обслуживать. Сейчас давайте нам третью организацию. А что ты здесь сейчас не думаешь? Это ваш протокол. Наполело уже, наполело. Это ваш протокол. Наполело. Наполело. Согласно букве закона, управляющая компания «Жилищник» обязана передать техническую документацию ключей от подвалов и чердаков новой компании в течение 30 дней. Собственники надеются, что сегодняшняя программа сдвинет с мертвой точки этот злободневный вопрос. Мы будем держать вас в курсе событий. На этом я прощаюсь. С вами был Константин Пчаков. Желаю удачи и поменьше коммунальных проблем. А можно увидеть радуги зимой? Ее можно не только увидеть, но и жить в ней. Сделай свою жизнь ярче. Жилой комплекс «Радуга». Телефон отдела продаж 55 00 29. Я тоже хочу жить в радуге. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Асельма Лебаева. Если вы мечтаете приобрести качественное жилье по доступной цене, компания «Курган Сельстрой» предлагает вашему вниманию жилой комплекс «Радуга» в 4-м микрорайоне Заозерного. Приобрести квартиры можно в строящемся и готовом доме, в кредит, в ипотеку, а также в рассрочку. Телефон отдела продаж 55 00 29. Свою мечту осуществи, квартиру в «Радуге» купи. А теперь о прогнозе синоптиков. В четверг синоптическая ситуация в Заурале обусловится теплым сектором циклона. Это значит, что пасмурная погода будет чередоваться с солнечной, и лишь кое-где не исключены незначительные осадки. При температурном режиме, точь-в-точь, соответствующем своей климатической норме. В Тюмени, Челябинске плюс 3,5. В Екатеринбурге около нуля. Возможно, небольшие осадки. В Кургане ночью облачно, с прояснениями. Возможно, небольшой кратковременный снег. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 2,4. Днем в Кургане переменная облачность. Местами, возможно, небольшие осадки. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 3,5. Атмосферное давление будет слабо падать. 3 апреля солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Продолжение следует... Пришла на улице весна. Реклама снова всем нужна. Эффект умножить вас сто крат. Двухдневным бонусом прокат. Подробности узнавайте на точках приема рекламы. Весна. Время подумать о пасеке. Пчелохозяйство реализует пчеломаток, пчелосемьи и пчелопакеты. Телефоны 8 922 577 29 19 и 8 912 525 81 01. Пятое апреля. Областная филармония. Группа «Мираж». Музыка нас связала. Информация по телефону 42-62-16. Музыка нас связала.